Итак, что с домом? Уже неоднократно я получаю комментарии под своими видео, где меня спрашивают Павел, что в итоге с домом? Что происходит? Расскажи и вообще, куда ты дел видео? Куда ты дел видео про дом? Друзья, я их скрыл, но сегодня я их уже открываю. И давайте я объясню вообще про ситуацию. Для тех, кто не знает про всю эту историю, которая уже в соцсетях набрала более миллиона просмотров, я сейчас вкратце поясню. А для тех, кто эту историю знает и давно ждет эти видео, я сразу скажу. Я продал свой дом. Буквально недавно сделка состоялась, и теперь я бы хотел рассказать всю историю от и до. Я постараюсь как можно короче это сделать, потому что основная история, она есть в подсказках в правом верхнем углу. Смотрите, переходите, там все, с чего начиналось, там все эти кадры, там вся эта жесть и так далее. Порцию информации для тех, кто ждал от меня ответ. Вы уже получили, дом продался, я его починил, восстановил. Следующий вопрос по популярности, что с судами? Я продолжаю судиться с прошлым хозяином для того, чтобы вернуть все свои затраты. Пока что три суда я проиграл. Да, я проигрываю суды, но ничего, я буду подавать апелляцию, я буду действовать дальше. Как я уже говорил, что я не остановлюсь, добьюсь справедливости. А теперь мы переходим к тем, кто не знает начало предыстории. Итак, перед тем, как я вам дам снова отсылку на другое видео в правом верхнем углу, где история, с чего все начинается. Давайте вкратце. У меня произошла ситуация, у меня была мечта жить в доме, я его купил в ипотеку в Сочи, думал, что ко мне туда будет приезжать дочка, и вот все, мечта реализовалась. Я дом купил, но через некоторое время там обнаружились скрытые дефекты, дом частично оказался непригодным, где-то гниль и всякая жесть с ним происходила. Были нарушения при строительстве, я сделал экспертизу и начал снимать все это на камеру, все, что происходит. Мы начали демонтировать стены, смотреть все внутренние повреждения. И что там происходило, а там происходила жесть, вы можете увидеть в том выпуске. Что происходило дальше? Мне строители, которых я нанял для того, чтобы проводить все эти ремонтные работы, сначала я думал, ремонт будет на чуть-чуть, а потом чем дольше, чем больше мы вскрывали, стены там, полы поднимали, на террасе и в других местах, тем больше я офигевал в прямом смысле этого слова. Я понимал, что это уже не мелкий ремонт, который на тот момент насчитывал там тысяч триста, это уже с мета переходит за миллион, а потом за два. И потом я понял, что я очень сильно попал. Поэтому начал судиться и началась вся эта история. Мне строители предлагали не разматывать дальше эту историю. Ну, в смысле, Паш, ты точно хочешь разбирать дом дальше? А что, если там балки несущие гнилые? Мы же сейчас еще снова найдем. Чем больше мы разбираем, тем больше мы находим то, что пришло в непригодность из-за нарушений в строительстве. Я говорю, разбираем до конца. Я хочу знать абсолютно все, что происходит с домом. Во-первых, у меня не было цели дом продать. Я хотел его восстановить и в нем жить дальше, потому что я жил в Сочи и я не планировал оттуда уезжать. Я сказал, что неважно, ну, тем более для себя или на продажу, я дом сливать не буду, потому что мне говорят, Паш, это же гемор будет такой, ты столько денег потратишь. А не факт, что в суде ты эти деньги вернешь. Не факт, что кто-то это возместит. Ну уж, тем более не застройщик. С застройщиком там отдельная история. Я покупал дом не у застройщика, а у людей, которые до меня там жили. И вот они покупали у застройщика. Застройщику я ничего предъявить не могу. А продавцам я юридически им и могу предъявить, потому что договор купли-продажи у меня был именно с ними, а не застройщиком. Поэтому и в суд я подавал тоже на них. Соответственно, я выбрал позицию самую сложную. Я выбрал позицию наибольших потерь. И это совпало с тем сроком, когда начались все события. Мировой кризис. У меня тоже проблемы в бизнесе. У меня потери инвестиций. У меня там пять ипотек инвестиционных, которые требовали от меня ежемесячного погашения. И эти квартиры не продавались. Ну, не буду уходить в ту историю. В общем, у меня все сошлось воедино. Крупный финансовый кризис, потери в бизнесе, потеря дохода и новые обязательства. И при этом мне нужно сделать выбор. Либо я сейчас не вскрываю дом дальше. Я не знаю, что с ним происходит. Знаете, закрыл глаза, как-то собрал, подделал и продал. Избавился от него. Либо я иду в полную правду. В тотальную. Мы разберем все. Мы посмотрим в каждую щель. Мы посмотрим в каждый угол. И составим мнение о том, что же с домом происходит. Конечно, строители мне говорят, Паша, мне кажется, уже проще новый построить. Вообще, есть ли смысл этот восстанавливать? Но, как оказалось, новый построить все равно было дороже. Поэтому мы пошли путем восстановления. Я принял решение, что сколько бы мне это не стоило, я возьму кредиты, я там продам машину, свои какие-то акции оставшиеся, все свои инвестиции, ценные бумаги продам и вложусь в дом. Это мне обошлось в несколько миллионов рублей. Я продал машину. Соответственно, в дом я уже свой не смог ездить. На общественном транспорте не вариант. Я продал все запасы, все выскрип. Я еще взял дополнительные там определенные кредиты. Ну, я говорю, у меня же еще были другие обязательства, да, по ипотекам, по отдельным квартирам. Вот. Поэтому финансовых обязательств стало очень много. И я какой вывод сделал? Я горжусь собой, ребят. Это было два года жести. Это были истерики, это были слезы, это были отчаяния, это была просто злость на мир, на ситуацию, там, на всех подряд, на себя, что ну ладно, если бы у меня был бизнес, который мне приносит там несколько миллионов, возможно бы это меня не так сильно тронуло. У меня еще и в бизнесе кризис. Я горд собой, что выбрал сильную позицию, буду идти до конца. И самый пик, самая точка пройден. И, конечно, в этом отчаянии мне хотелось выговориться, высказаться, сказать миру о том, как все несправедливо, как бывает обманывают и что нужно предпринимать, если вдруг вы покупаете дом, как нужно к этому подходить основательно и вообще в чем может быть обман. Поэтому я начал записывать видео и потом настал момент, когда я понял, что я не вытягиваю все финансово, поскольку мой дом в ипотеку случилось так, что я из-за финансового кризиса даже не смог платить за дом, в котором я живу. Я переехал к друзьям, у них я прожил несколько месяцев в Сочи, у меня не было уже своей квартиры, у меня было 5 ипотек, у меня было 5 квартир, которые не продаются, но они без ремонта. Я уже начал с друзьями делать в одной квартире ремонт, думал перееду туда. 18 квадратных метров, 18. Жил в 120 квадратных метрах в доме и перееду в 18. Ну, я туда никак не помещусь, в эту комнатушку, но я уже как-то смирился, поэтому мы начали делать ремонт, я там еще какие-то денег нашел на это. А ко мне же еще дочка приезжает, я ее регулярно брал и на ночевку она ко мне приходила. Думаю, как мне с дочкой поместиться еще в этих квадратах. Но в итоге друзья меня очень сильно поддержали, поэтому жили, я у них в достаточно большом доме, в комфортных условиях и спасибо большое моим друзьям за то, что они в этом меня помогли и поддержали. Планировал я, конечно, это видео быстрее завершить и рассказать, но что-то разошелся, ну раз разошелся, давай идем до конца. Кто захочет, тот еще останется смотреть, кто не захочет выключить. Поэтому багрянцев и дальше, говорю о самом себе. Так вот, дом начали ремонтировать, делал как для себя, а если делал как для себя, я думаю, есть возможность что-то улучшить, есть возможность сделать дополнительные теплые полы, есть возможность совместить санузел с ванной, чтобы было больше места. То есть я начал еще что-то улучшать, чтобы дом после ремонта был еще лучше, чем был дом. И я уже сказал, почему я принял решение дом продавать. Когда дом был практически доделан, я его выставил, чтобы сдавать в аренду, опять же по причине, что я все финансово, я полный банкрот, даже не банкрот, я в минусах, я не могу платить за жилье, в котором живу. Я начал дом сдавать, сдавал я его лето двум семьям. И знаете, мне не понравилось его сдавать, потому что есть естественный износ жилища, когда там живет другая семья, все равно какие-то косячки, помелочи, ну что-то в бытовом плане будет меняться по-другому. И я понимаю, что нет вариантов. Придется выставить дом на продажу, хотя я его опять же делал под себя и ремонтировал, зная, что я буду в нем жить. Но времена и ситуация мне диктовала другой выход. Иного выхода я не видел. Так я хоть его продам, какие-то деньги верну, с какими-то кредитами расплачусь и буду что-то делать дальше. Друзья меня из дома не выгоняли, в котором я жил, но я сказал, что я долго не просижу, я что-нибудь придумаю. Поэтому, доделав ремонт, я пустил туда жильцов и выставил на продажу, а потом понял, что дом сложно продавать, когда в нем кто-то живет, когда живут арендаторы. И я принимаю решение еще занять денег для того, чтобы оплачивать ипотеку, чтобы в доме никто не жил, и его приводили и показывали, знаете, начистови, когда в доме свежо, когда нет чужих вещей, нет посторонних запахов. И мне все агенты говорят, что так дом реально продастся лучше. И мы нашли потенциальных покупателей. И, возможно, вы спросите, почему я скрыл видео. Для того, чтобы эти видео при продаже, они, знаете, не создавали ненужный бэкграунд. Потому что, когда приходили покупатели, я им честно все рассказывал, что в доме был ремонт, были нарушения при строительстве, у меня есть документы, как было, я могу вам показать, как мы его восстановили, что мы каждый угол там отремонтировали, все могу предоставить. Но чтобы люди не видели ту жесть, ну, потому что, если показываешь образ, что там было, да, там, гниль, плесень и так далее, это ненужный отпечаток оставляет. Хотя, знаете, люди покупают квартиры после ремонта, они ж не думают о том, что какая-то квартира была до ремонта, да, какая, возможно, была плесень в Сталинках, какие были развалины, какие пьянчуги там жили и что там вообще творилось, да. Но, тем не менее, я решил, чтобы этой ассоциации не было, скрою видео. Саму ситуацию я не скрывал, опять же, был абсолютно честен со всеми покупателями, чтобы моя совесть была чиста, опять же, при продаже. И при продаже я им даже документы на ремонт дома показывал, какие работы мы произвели, вообще, что сделано, все фотографии мог предъявить, я фоткал каждый угол в ходе ремонта. Нашлись покупатели и с ними долго было согласование, они тоже брали в ипотеку и за это время, даже когда они уже согласились его купить, я еще решил вложиться в дом, я его покрасил, хотя они были согласны покупать его без покраски, а я думал, нет, я его еще покрашу, чтобы он был вообще идеальный, снаружи, внутри, чтобы вообще как новенький, потому что мне важно, если меня здесь подвели и обманули, то я хочу людям передать вообще лучший продукт, самый качественный. И я это сделал, я еще вложил 600 тысяч рублей, была хорошая краска, хорошие дорогие рабочие, которые делают качественно, дороже, чем сочинские рабочие. Вот я использовал такой подход и мне понравилось, это сложный путь, это путь наибольшего сопротивления, и я ни разу не пожалел. Как я это хочу вернуть, эти деньги? У меня только один вариант, свои вложения вернуть, это выиграть суд, потому что если я суд не выиграю, то просто я несколько миллионов подарил, вложив это в дом. Потому что, продолжая историю, да, и чем она завершилась и завершается, ну, скорее всего, уже завершилась, в том, что буквально несколько недель назад, ну, неделя назад уже сделка произошла, все зафиналили, дом продан, и дом продан практически за те же деньги, за которые я его купил. То есть я на нем ничего не наварил, абсолютно вообще ничего не заработал, а только вложил несколько миллионов еще в ремонт. Поэтому у меня просто нет других вариантов эти деньги вернуть, но зато я счастлив, что семья, которая его приобрела, я сделал на совесть, я сделал максимум, что от меня вообще требовалось, я взял максимальную ответственность, и для меня это была точка роста по жизни, потому что в жизни я очень часто не брал ответственность за многие вещи, хотелось скрыться, убежать, на кого-то переложить, а тут было без вариантов, и поэтому я с чистой совестью этот дом передал, и сейчас уже можно эту историю как бы снова всю раскрыть, открыть старые видео, вам это показать, и ждать, ждать справедливости, ждать завершения этой ситуации. Для тех, кто не в курсе после продажи дома, точнее не после продажи дома, а когда я пожил у друзей в Сочи, в доме, я понял, что я уже, что мне делать в Сочи, все, у меня здесь наступил мой полный кризис, крах, банкротство, я не знал, как расти дальше, и я понял, что из этой задницы надо как-то вылезать, потому что я жил не в плюс, я жил в минус, каждый месяц моей жизни это было минус, там, 200-300 тысяч рублей, ежемесячно, и плюс еще те долги и кредиты, а у меня обязательства по алиментам перед ребенком, перед собой как-то содержание себя на жизнь, вот это жизнь минусы. Я понял, что в Сочи у меня не получается взлететь, мне не вылезти, надо что-то предпринимать, и просто в какой-то момент я принимаю решение переезжать в Москву, у меня тоже не было никаких финансов, я просто купил билеты, и в Москве меня тоже, тоже переехал к друзьям. Такой интересный момент в жизни, все это произошло в июне 23-го года, переезд, и вот я, собственно, в Москве нахожусь, пожил несколько месяцев у друзей, и потом как-то что-то начало налаживаться, какие-то инвестиционные квартиры начали продаваться потихонечку, у меня появились деньги, я уже арендовал здесь свое жилье, и из моих пяти ипотек вместе с домом я уже погасил три ипотеки в течение полугода, получилось закрыть три ипотеки, осталось две, это уже, знаете, две ипотеки, это уже как будто их нет, уже так живешь, потому что по сравнению с тем, что было, с теми потерями финансовыми, которые я понес, но это была полная задница. Ну а тут, ну ладно, окей, две ипотеки, переживу. И поэтому здесь в Москве уже все потихоньку налаживается, новые проекты, идеи, новая динамика, новые ритмы, я прямо почувствовал, что с июня, с июля, вот как я переехал в Москву, прямо какое-то движение началось. Был полное дно, там нет отношений, нет денег, нет дома, нет жилища, ни машины, ни накоплений, минуса, кредиты. Слава Богу, есть здоровье. А вот все, что у меня было, это здоровье, это самое главное. Ну и, конечно, моя семья в виде моей дочки. Вот, то и утешение, самое ценное, главное в жизни, оно оставалось со мной, поэтому остальное все, я понимал, что преодолеется. Так что, друзья, кому интересно, что происходило с домом, что там есть две серии, пожалуйста, смотрите в подсказках и по ссылкам в описании я добавлю ссылки на эти видео. Также у вас уже всплывало на экране, что недавно вышла книга «Правила 30 самых богатых людей в мире». Читайте, ознакомьтесь с ней по ссылке в описании. Книга очень крутая, я ее недавно озвучивал и выйдет аудиоверсия с моим голосом. Первая книга, мой первый опыт озвучки. И мы запустили новый проект, я о нем буду говорить дальше в следующих видео, «Бренд Медиа», где мы берем интервью у предпринимателей, у твердых предпринимателей, не инфобизнес, не тренинги, а чисто твердый земной бизнес с непрофессиональными спикерами. И подписывайтесь тоже на этот канал, он очень крутой, там много полезности, все ссылки прикладываю. Поэтому этим видео я завершаю всю тему с домом. Хватит. История завершилась, я считаю, она завершилась хэппи-эндом. Дальше буду отстаивать свои интересы уже в судах, я уверен, что эти деньги верну. Если по судам какие-то будут результаты, может быть, в каком-то видео или во вкладке сообщества, или кто подписан на мой нельзя грамм, вы так или иначе об этом услышите. Так что все, спасибо, что послушали. Я надеюсь, удовлетворил ваш интерес. Ставьте лайк, пишите комменты и всем пока.